Сегодня я буду говорить, с одной стороны, на очень интересную тему, с другой стороны, сложную, о том, как необходимо представлять, формировать презентацию клинического случая, какие существуют ошибки, но и самое интересное, что я постараюсь в небольшом своем выступлении подчеркнуть, как нужно представлять данные случаи аудитории. И неспроста я начала с небольших таких цитат на своем главном экране. Это фраза Уинстона Черчилля, что оратор должен исчерпать тему о нетерпении слушателя за время своего выступления. Порой бывает такая ситуация, что уже половина зала спит, а лектор продолжает читать. И в этот момент понимаешь, действительно, кому тяжелее, тем, кто слушает или тот, кто читает лекцию. То есть всегда необходим такой некий поиск баланса в выступлении. А с другой стороны, я решила привести цитату спортсмена, это Мария Шарапова, которая говорит о том, что если вы начинаете выступление на турнире и уже заранее думаете, что кто-то выиграет этот турнир другой, то вам, собственно, нечего делать на этом турнире. Вам нужно паковать вашу ракетку и ехать, собственно, домой. К чему я это сказала? К тому, что если вы заранее понимаете, что есть какие-то проблемы в презентации случая, либо вы боитесь того, что вы как-то не так выступите и тем самым ваш случай будет представлен в более плохом свете, то прекрасный вариант, во-первых, послушать сегодня наши две презентации. Во-вторых, я к своему приятному удивлению нашла массу курсов, собственно, можно найти на ютубе, в интернете, которые посвящены как оформлению презентаций, так и ораторскому мастерству. Да, мастерству, поскольку я считаю, что правило или вот эта вот такая красивая концепция умения выступать – это навык, которому можно и нужно учиться. И недавно в беседе, например, со своей коллегой, неврологом, я столкнулась с такой ситуацией, что мы обсуждали оперу и балет, кому что нравится. Я выяснила, что, оказывается, не очень-то мне нравится опера. Вот я ходила там на Фауста, ходила на Женитьбу Фигаро, еще на что-то ходила. Я говорю, мне не нравится, но вот я не получаю какое-то впечатление. На что она мне очень так красиво ответила. У тебя просто маленькая надсмотренность, тебе просто нужно больше смотреть опер. Поэтому, если вы хотите выступать с клиническими случаями, с докладами, хотите в этом наработать определенный навык, я считаю, что вам просто нужно выступать и тренировать свои навыки выступления. Итак, о чем мы сегодня поговорим? Прежде всего, общая информация. С чего начинать, когда вы планируете презентовать свой клинический случай? Поговорим о особенностях, связанных со структурой кейса презентации, какие части необходимо всегда отражать в своей презентации. Поговорим, что нужно и что не нужно вставлять в свою презентацию. И поговорим о небольших особенностях, связанных с публичным выступлением. Итак, вы решили выступать с клиническим случаем. Так какой же случай выбрать? Часто приходят ординаторы, когда, например, готовились к конкурсу врачу будущего. Какой случай мне подать? На этот вопрос можно ответить следующими пятью пунктами. Какие случаи вызывают наибольший интерес у публики, а также у журналов, которые принимают эти клинические случаи на публикации? Прежде всего, если обнаружена неожиданная связь между симптомами и выявленным заболеванием. Или, например, имеются неожиданные события, осложнения во время наблюдения или лечения. Особенно, если это касается применения новых препаратов, которые только зарегистрированы, и вы постепенно приобретаете определенный опыт в лечении данной патологии, то это тот случай, который будет рассматриваться приоритетом для публикации. Удивительные находки, которые характеризуют патогенез заболеваний или осложнений. Например, я считаю, что достаточно интересные случаи, которые характеризуют нарушение в генах репарации ДНК предстательной железы. И если я сталкиваюсь с подобным случаем, введение, допустим, такого пациента, то, безусловно, для меня будет интересен такой клинический случай. Следующий вариант публикации либо выступления с клиническим случаем – это диагностика или нестандартное лечение заболевания. Например, поделиться опытом применения FGFR-типирования при раке мочевого пузыря и опытом применения уже специализированного лечения, направленное на блокаду данного рецептора. Или, например, новый вариант лечения или даже необычная последовательность схем лечения. Тут в скобках я написала такую оговорку о том, что, к сожалению, не всегда мы сталкиваемся с правильной последовательностью лечения. И если, например, в своем клиническом случае вы разберете такие моменты, что лечение либо подобрано неправильно, либо на каком-то этапе была совершена либо лечебно-диагностическая ошибка, либо можно было подобрать другое лечение, то это всегда украсит ваш случай, и этот случай можно будет презентовать. Итак, со случаем мы определились. Наш случай уже приняли для рассмотрения на тумор-борд. И с чего же начать? И вот открыто PowerPoint, первый пустой белый слайд, с чего же начать? Я предлагаю воспользоваться следующим алгоритмом. Это не только мой алгоритм, он опубликован на нескольких сайтах, которые посвящены публикациям клинических случаев. Начинается он всегда с анализа аудитории, перед которой вы будете выступать. Как правило, при всех тумор-бордах расписаны специалисты, которые будут слушать ваши случаи. Или, например, если вы уступаете на конференции, то заранее всегда известны специалисты, как правило, которые находятся в президиуме. Всегда можно проанализировать ситуацию, перед кем вы выступаете. Или, например, как у меня была ситуация в 2017 году, когда мы поехали в Ярославль рассказывать про различные варианты скрининга патологии в медицинский колледж. И я, проанализировав, что моя аудитория, как правило, это будет возрастная категория от 15 до 20 лет, постаралась свою презентацию так структурировать, чтобы она была понятна аудитории, для которой она будет презентоваться. Затем необходимо разделить всю свою работу при подготовке презентации на три основных составляющих. Первая составляющая – это сформулировать проблему, чему посвящен ваш клинический случай. И, как правило, именно на эту концепцию нужно ориентироваться в начале и в конце презентации вашего клинического случая, поскольку, во-первых, тем самым вы подчеркнете актуальность той проблемы, которой посвящен случай. Во-вторых, если, опять же, на этой теме вы сконцентрируетесь в конце вашего выступления, то вы продемонстрируете логичную завершенность вашего выступления, что, безусловно, украсит и даст некое понимание того, что вы специалист в этой области, поскольку вы представляете этот случай. Затем я предлагаю уже заранее разбивать вашу презентацию на следующие составляющие, то есть составлять всегда некий план. Это приветствие, выступление, точнее, вступление, основной раздел и завершение речи. Как правило, на первые три раздела достаточно по одному слайду, и иногда приветствие и вступление можно совмещать в одном слайде. Основной раздел может состоять из подразделов. Как правило, при презентации именно медицинского случая он состоит из классических разделов. Это диагностика, при онкологической патологии это может быть морфология, генетика и, безусловно, варианты лечения, либо развитие результатов лечения, например, демонстрация осложнений. Кроме того, очень важным советом является применение фактов, то есть доказательной медицины в своем выступлении. Но я неспроста здесь указала цифру 7. Был проведен ряд клинических исследований, это еще в середине 50-х годов в Гарварде, и изучалась кратковременная память человека. Как правило, кратковременная память человека способна удержать порядка 7 фактов. То есть с первого раза мы можем запомнить 7 цифр телефона, 7 наименований продуктов, которые мы должны купить в магазине. Ну, мужья часто забывают, какие продукты последовательность нужно купить. Но, тем не менее, такая цифра есть, поэтому старайтесь не использовать больше доказательных фактов в своем выступлении, чем эта цифра, поскольку это перенасытит ваше выступление, с одной стороны. Во-вторых, все эти факты запомнить будет крайне сложно. И, безусловно, мы все люди, мы все устаем, и на каком-то этапе нить вашего выступления будет потеряна. Что для вас не очень хорошо, если вы хотите выиграть. Ведение или экспозиция. Как я себе представляю выступление будущих врачей будущего, которое состоится уже в ближайшее время. Например, вы будете презентовать клинический случай в секции по раку предстательной железы. И вам очень хочется показать статистику заболеваемой смертной строка предстательной железы во всем мире. Вам хочется подчеркнуть, какая есть классификация ТНМ, какая по степени распространенности онкологического процесса. Но советую вернуться вам на предыдущий слайд и посмотреть первый пункт, о чем я говорила. Проанализируйте аудиторию, для которой вы выступаете. Специалисты, которые будут слушать ваш случай, являются специалистами в этой области в направлении лечения пациентов с диагнозом раку предстательной железы. И, безусловно, они знакомы и с динамикой заболеваемости и смертности и в России, и в мире. Но, например, если ваш клинический случай посвящен, например, ведению пациентов с нарушением в репарации генов ДНК, то лучше как раз таки в начале сконцентрироваться уже изначально на этой проблематике. Тем самым вы сэкономите себе один слайд, и вы сразу актуализируетесь на той теме, которая посвящен вам клинический случай. И третий момент, вы не будете раздражать экспертов в президиуме, если это будет пятый клинический случай, и мы опять будем говорить о статистике заболеваемости и смертности. Структура кейса презентации. Во-первых, я рекомендую, чтобы она была, безусловно, логичной и хронологическая последовательность соблюдалась в вашей презентации. За исключением, иногда бывает, и я использую такой прием, я иногда презентую клинические случаи от конца к началу. Но, опять же, у вас должна постоянно соблюдаться эта хронологическая последовательность, поскольку мозг так устроен, что мы способны воспринимать информацию от простого к сложному. Поэтому лучше структурировать свои случаи так. Кроме того, я рекомендую вам разбить ту информацию, которую вы хотите отразить в вашем клиническом случае, по системе ABC. Что это значит? А. Это я должен обязательно маст сказать в своей презентации. Б. Рассмотреть эту информацию, скорее всего, скажу. С. Это та информация, которую я знаю. И если меня зададут по этому направлению вопрос, скорее всего, эту информацию я добавлю в свой рассказ, в представление своего клинического случая. На данном слайде я представила QR-код. Это ссылка на Американский колледж по внутренней медицине. И там представлен чек-лист, в котором охарактеризованы основные части презентации клинического случая. И приведен пример, что там необходимо отразить. Поэтому, когда вы будете дома готовиться к будущей презентации клинического кейса, перейдите по ссылке. Там, правда, нужно будет перевести, но, тем не менее, можно воспользоваться примером, который они приводят. Еще о чем хотела бы я сегодня рассказать, это о персональных данных в сфере здравоохранения и то, с чем мы не раз сталкивались при анализе случая. О том, что все клинические случаи, ЭПИТО, безусловно, демонстрация персональных данных тех пациентов, которые к нам обратились. И персональные данные, они задекларированы прежде всего в правах человека при поддержке Генеральной Ассамблеи ООН. Затем они закреплены и в российском законодательстве, это и в Конституции, и в ряде подзаконных актов. Вся та информация, которую вы апеллируете при представлении клинического случая, будь то вес пациента, рост, рентгенологические снимки, это все персональные данные пациента. И нередко мы сталкивались с тем, что были присланы клинические случаи с указанием полной фамилии имени отчества пациента, что крайне недопустимо. С указанием места взятия гистологического заключения и полным номером гистологического заключения, по которому можно идентифицировать этого пациента в базе, и тем самым презентуя подобные случаи, вы, к сожалению, разглашаете личные данные пациента. Нередко были присланы случаи, в которых полностью отображаются снимки КТ и МРТ с фамилией, именем, отчеством пациента. К сожалению, это недопустимо, поскольку это нарушает персональные данные наших больных. Но что еще интересно, если вы планируете презентовать свой клинический случай в журнале, то там есть обязательная такая графа, которая касается персональных данных, получено ли разрешение от пациента на публикацию этих данных, поскольку это является и нарушением и административным, и уголовным. И в качестве примера, опять же, я привела ссылку, чтобы вы могли ознакомиться, российская публикация, приведена она, по-моему, в вестнике юридического права, и касается она того, что в 2021 году было проведено исследование среди 100 врачей, медицинских блогеров, которые ведут страницу в Инстаграм, и среди них прибыл произведен опрос, как часто они работают с персональными данными пациентов, и, безусловно, практически в 100% случаев они ответили, что, конечно, в своей работе мы публикуем снимки пациента. Но выяснилось, что только в 76% случаев врачи использовали добровольное согласие на публикацию этих снимков в устной форме. К сожалению, эту устную форму, если вопрос будет касаться юридических аспектов, к сожалению, подкрепить будет нечем. Кроме того, в 40% случаев опрошенных врачей не использовались какие-либо способы по анонимизации либо снимков, либо закрашиванию татуировок, интимных зон, по которым можно было идентифицировать личность. Все в совокупности это, к сожалению, нарушение законодательства, и такого быть не должно. Поэтому в этом году эксперты российского общества, которые помогали публиковать случай на сайте, помогали ретушировать снимки, но в будущем я прошу вас так не делать, и, безусловно, проверять прежде всего и снимки, и анонимизировать данные пациентов, которых вы направили на презентацию. В отношении времени выступления, я тоже считаю, что это немаловажный пункт, о котором нужно сказать. Существует пять типов выступлений. Это экстракороткие, или их еще называют некие питч, такие бросковые выступления, которые длятся от 30 секунд до 3 минут. Как правило, этими выступлениями пользуются люди в бизнесе или те, кто хотят продать свой стартап, поскольку за такое короткое сообщение от 30 секунд до 3 минут можно заинтересовать инвестора, например, своей разработкой, и он за это короткое выступление, ему недостаточно той информации, поэтому он захочет с этим специалистом пообщаться еще. К сожалению, эти короткие выступления не подходят для научной специализации. Для нас наиболее оптимальны являются средние выступления от 5 до 15 минут, за которые можно доказательно обосновать, например, применение какого-то способа лечения. И, собственно, на туморбор, скорее всего, я еще не видела официально, но, скорее всего, оптимальным временем выступления также будет считаться не более 15 минут вместе с вопросами. Длинные речи от 15 до 30 минут. Сюда в качестве примера можно привести защиту кандидатской, докторской диссертации, но здесь есть еще такой интересный формат. Это выступление TED Talks. Средняя продолжительность считается 18 минут, что составляет среднюю продолжительность кофе-паузу, за которую специалист в некой области может, опять же, и доказательно, и аргументированно привести доводы в пользу своего выступления. И экстра длинные выступления от 30 минут. Как правило, такие длинные выступления используются на некоторых пленумах, могут использоваться политиками. Но я нашла такую информацию, что в книгу рекордов Гиннесса занесено выступление Фиделя Кастро, которое было еще в 60-х годах. Оно продлилось 4 часа 29 минут. Я просто представляю, как за это время могли выспаться специалисты, которые слушали это выступление. Я все-таки призываю вас, когда вы будете готовиться к выступлению и уже презентовать ваш клинический случай, не исчерпывать терпение слушателей и экспертов в президиуме. В отношении выступления в эпоху золотых рыбок кому-то может показаться обидным этот слайд, но я, тем не менее, считаю, что важным об этом сказать. Эффект золотых рыбок, откуда это вообще взялось? В 2000-х годах компания Microsoft изучала среднюю концентрацию внимания человека. И в 2000 году она составляла 12 секунд. К 2005 году средняя концентрация сократилась до 8 секунд, что даже меньше времени концентрации золотой рыбки на определенном объекте. К чему я это сказала? К тому, что крайне важно во время вашего выступления стараться удерживать внимание той аудитории, перед которой вы выступаете. И как же можно удерживать это внимание? Безусловно, вы можете сделать шикарную презентацию, там могут быть интересные переходы, но самое главное в вашей презентации это ваша речь. Какие возможности есть у вашей речи? Это и удобный темп донесения информации. Средний темп, который оптимален для выступления, это от 120 до 150 слов в минуту. Больше не нужно восприниматься, информация не будет. Это дикция, это четкая возможность проговорить каждое слово. И иногда это и моя боль, поскольку ты не всегда успеваешь подготовиться ко всем выступлениям, и не всегда ты четко можешь произнести все слова. Но, тем не менее, дикция достигается путем повторения и репетиции вашей речи перед выступлением. Тембр голоса. Было установлено, что наиболее оптимальным является спокойный, глубокий тембр, который демонстрирует вас в качестве уверенного некого такого эксперта. Не очень хорошо воспринимается высокий тембр голоса. Как правило, он наблюдается у девушек. И я знаю о том, что знакома с некоторыми специалистами, кто специально занижает у себя тембр голоса, когда идет выступать, поскольку тем самым она, во-первых, чувствует себя более уверенной, во-вторых, иногда в хирургическом сообществе, когда ты презентуешь себя, нужно стараться уметь понижать этот тембр голоса, поскольку мужчины очень так трепетно воспринимают высокий тембр голоса. И, безусловно, использовать прием акцентов в речи, то есть использовать свою интонацию. И еще я здесь несправда написала китайскую народную мудрость. Если ты моешь чашку, то мой чашку. К чему это? К тому, что во время вашего выступления может произойти разные события. Может подойти фотограф с неудачного ракурса и начать вас фотографировать. Может открыться дверь, и часть делегации может заходить в конференцию. Или во время онлайн-сессии, например, кто-то может ворваться к вам в кабинет, если вы практикующий молодой врач, то это может быть пациент, который ждет у вас возле двери. Нужно быть готовым к этим событиям и всегда помнить о том, что ты находишься здесь и сейчас. И если ты концентрируешь свое внимание здесь и сейчас на своем выступлении, то порядка 80% твоих слушателей продолжат слушать тебя, и только 20% отвлекутся на тех, например, кто зашел в открытую дверь в аудиторию. В заключение я подобрала 7 лайфхаков, которые украсят вашу презентацию. Прежде всего, я рекомендую не использовать слайды как телесуфлер. Если вы хотите отразить какую-то информацию, которая касается анамнеза заболевания пациента, отразите ее самую важную. Не нужно подробно переписывать МРТ-заключение КТ. Если у вас, например, презентация по ведению пациента с раком почки, то лучше указать, например, таргетные очаги, динамику их по размерам. Но не нужно переписывать, я вас еще раз прошу, все заключение КТ, поскольку оно, во-первых, займет весь слайд, оно будет мелкое, и оно будет очень плохо восприниматься. Подумайте о том, что заинтересует ваших слушателей. Это к тому, что, когда вы планируете ваше выступление, постарайтесь структурировать информацию между вашими слайдами от простого к сложному, логично, чтобы каждый слайд выходил из следующего. Планируйте свое выступление, это и про время выступления, и про репетицию вашего выступления. Предоставляйте факты, цифры, прогнозы, другие данные, которые подтвердят главную мысль, которую вы заявили на вступительном слайде. Уделите внимание финальному слову, поскольку, как правило, во всех презентациях мы запоминаем либо начало, либо конец. А если конец вашего выступления вы еще подчеркнете и интонацией, и интересным слайдом, то я думаю, что ваше выступление, безусловно, запомнится. Опять же, про репетицию выступления и заранее подготовить оборудование. Крайне рекомендуется, и я не раз видела, что опытные специалисты, которые выступали, ну, как минимум, уже более сотни раз, всегда заранее перед выступлением приходят, осматривают зал, осматривают трибуну, где они будут выступать. Так как у нас будут онлайн tumor board, то, безусловно, необходимо провести заранее тестирование Zoom, поскольку, если сорвется ваша презентация, то это будет очень досадно и будет очень скомканно. Благодарю вас за внимание. До встречи на ближайших tumor board. И это не все. У меня есть такая финальная, финальный аккорд моей презентации. Я так предполагаю, что будут выглядеть все специалисты, которые в ближайшем будущем сядут за презентацией и начнут срочно готовить клинические случаи. Я здесь предоставила три ссылки на ресурсы, которые вам пригодятся. Это и гайд по 20 видам презентаций, которые вообще существуют, по количеству слайдов, как оформлять, в какой последовательности. Второй core board – это checklist care. Разработанный специальный чеклист для презентации клинических случаев, который подробно содержит, какая информация должна быть у вас представлена в случае. Третья ссылка – обучающий курс по публикации и core board на список мобильного софта, который поможет вам в освоении ораторского искусства. Это и от записи голоса, и до формирования суперпрезентации для tumor board.